Объем работ большой, а вот зарплаты маленькие. Водители и трактористы «Чистого города» пожаловались главе региона на крайне низкие доходы. В среднем 27 тысяч рублей в месяц. Это несмотря на частые переработки. Коммунальное учреждение Александр Цибульский посетил накануне. Пообщавшись с сотрудниками «Чистого города», временно исполняющий обязанности губернатора, заявил, фонд оплаты труда необходимо увеличить и как можно скорее. Что ответило руководство предприятия и администрация Наринмара? Расскажем прямо сейчас. Производственную базу «Чистого города» Александр Цибульский посещает впервые. В коммунальном учреждении сейчас горячая пора. Технику готовят в предстоящей зиме. Первым делом глава региона встретился с рабочими, водителями, механиками и прочими специалистами. Для них это, пожалуй, единственная возможность рассказать о проблемах первому лицу субъекта напрямую. Главное крайне низкие доходы. Средняя зарплата данного звена на предприятии всего 32 тысячи рублей. Такую цифру назвал исполняющий обязанности директора «Чистого города» Сергей Романенко. Тракторист Валентин Дмитриев добавил не 32, а 27. И это несмотря на постоянные переработки. И я такой не один, тут практически у всех такая зарплата. Это вопрос надо решать. Потому что мы от людей требуем работы все больше и больше. И будем требовать. Именно работа возрастает, а заработные платы никак. Потому что надо убирать город, он будет чистый. Заработные платы надо, конечно, смотреть, чтобы она была пропорциональной. Я, кстати, тот вопрос, который хотел в том числе обсудить. Потому что я слышу о том, что 27 тысяч – это запредельный риск. Ну, у нас есть проблематичность, то есть разбалансировка, соответственно, муниципального задания и штатного расписания. Мы эту проблему решаем в данный момент. То есть к началу 2019 года, я считаю, мы эту проблему решим именно в том числе и по зарплате. Давайте вопрос с зарплатой надо решить. 27 тысяч – это зарплата слишком маленькая. Я все понимаю, мы не должны раздувать, но 27 – это то, что на все жить невозможно. Мы с тобой разговаривали, когда он в прошлый раз к нам приходил. Он нам тут пообещал, что сейчас он все разберется. Тут задавали вопросы насчет аванса к отпускным, чтобы давали на дорогу авансы. Вот он сказал, что этот вопрос он решит, хоть по 10 тысяч, говорит, я этот вопрос решу. И все, и мы больше ни его не видели, ни ответа, ни повета. Олег Белак парировал. Деньги на авансовые платежи мэрия выделяла. Однако до рабочих коммунального предприятия они почему-то не дошли. Мол, вопрос необходимо задать предыдущему директору Чистого города. Удивившись, Александр Цибульский заявил, так или иначе, зарплату сотрудникам учреждения нужно поднять и как можно скорее. Иначе за такие копейки люди вовсе перестанут работать. Причем надо поднять не в целом зарплату, а поднять зарплату тем, кто работает. Вот именно звену, которая выходит в фонд оплаты труда, именно рабочему составу. Те, кто вот выходит на машины, кто убирает и так далее. Они выходят и в снег, и в дождь. Поднять доходы рабочему звену необходимо до 15 октября. Такие сроки обозначил в Рио губернатора. Увеличение расходов на зарплаты в ближайшее время рассмотрят депутаты городского совета. Сессия состоится 2 октября. У нас была зарплата до 60 тысяч. Нам платили переработку. Мы работали, правда, и суббота, и воскресенье. Задерживались, но нам платили. У нас была работа, была зарплата. Сейчас у нас работа есть, а зарплаты нет. Нам не дают, не выплачивают переработку, нам не дают просто зарабатывать. Хотя прошлый год мы работали с 6 утра, как бы, в две смены. А по договору у нас было с 8 рабочий день. Но нам ни премии, ничего нет. После общения с рабочими глава региона осмотрел производственную базу. На сегодняшний день в автопарке предприятия 47 единиц различной техники. Большинство машин уже готовы к предстоящей зиме. Впрочем, проблемы все же есть. Коммунальное учреждение нуждается в среднем грейдере. Единственный сломан, его сейчас ремонтируют. А очистить от снега междворовой территории большим ножом практически нереально. Очень проблематично междворовую территорию убирать большими грейдерами. Вот у нас на ремонте. Мы в октябрю уже закупили запчасти. В октябрю мы его восстановим. Он у нас с прошлого года стоит. То есть проблема есть в среднем грейдере для уборки. Он, в принципе, на ходу, да? Он на ходу. Да, он с прошлого года в ремонте был. То есть когда я приступил, когда за нас с ним. Мы проторговали запчасти. Сейчас запчасти поступят, мы его отремонтируем. В принципе, у нас и 47 единиц техники. 90% техники уже, в принципе, на ходу готовы. Александр Цибульский отметил. В целом, минувший сезон коммунальное предприятие отработало неплохо. Главное замечание – несвоевременная уборка междворовых территорий. Жители отдельных микрорайонов прекрасно помнят. Снежные кучи порой не вывозили по несколько недель. Олег Итанзейский, Леонид Шишелов, Телеканал Север.